Всем привет! Мы, наверное, начнем все это с проверки связи, чтобы не было недоразумений. Поэтому, если слышно, то ставьте плюсы. Я их жду. Да, привет, 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 привет. Всем привет! Так, приятно вас опять здесь видеть. У нас сегодня будет теоретическая встреча. Да, вот много плюсиков. Очень хорошо. Хорошо. Сегодня теория. Теория будет посвящена непосредственно профессии архитектурной визуализации. Я думаю, что все собравшие сегодня здесь плюс-минус знают, что это из себя представляет и как это работает. Вот, также не исключаю то, что есть люди, абсолютно новички сегодня здесь, которые, возможно, и у нас в первый раз на вебинарах. И, в принципе, да, еще не совсем в контексте архивиза. И эта встреча будет и для вас тоже очень понятна и полезна. Также есть, наверняка, люди, которые имеют какой-то опыт в данной сфере. Вот. Я и для вас определенную информацию полезную тоже на сегодня нашел. Я буду говорить как раз-таки на тему того, как это происходит сейчас уже более глубоко, да, углубленно. Буду рассказывать исключительно исходя из своего опыта, из опыта нашей студии. Омега-рендер, кто не знает. Попробую сейчас поставить плюсы, не плюсы давайте, а единички, кто у нас сегодня в первый раз, кто в первый раз, кто не знает меня. Я для вас отдельно сейчас представлюсь и вообще расскажу немножечко о том формате, в котором проходят наши вебинары, чтобы вам было комфортнее присутствовать здесь сегодня. Меня зовут Артем, фамилия Куприяненко. Я являюсь ведущим преподавателем и стал основателем образовательного проекта CJ Incubator, в рамках которого сегодняшний вебинар проходит. Мы проводим такие вебинары довольно-таки регулярно, на которых поднимаем какие-то животрепещущие темы по 3D архитектурной визуализации. Такие встречи бывают практического характера, как сегодня. Мы сегодня будем с вами лишь общаться, я буду говорить и показывать. Не будет практики сегодня, мы сегодня не практикуем. Но помимо теоретических встреч у нас еще бывают и чаще всего даже, они чаще проходят. Практические встречи, на которых я в режиме реального времени показываю какие-то прикольные штуки непосредственно в 3D Max. Это может быть моделирование, шейдеринг, свет, какие-то такие общие темы. Эффектные. Сегодня же у нас теория. И я, вы знаете, я как бы эту тему уже поднимал несколько раз на вебинарах, на прошлых. И первый раз, наверное, я проговорил вообще мой взгляд, мое видение на архивиз, наверное, года полтора или даже два назад. И после были какие-то встречи достаточно, ну, огибательные, да, то есть огибающие данную тему, но напрямую не забуривающиеся туда. Вот, но так как прошло два года, то я считаю, нужно все-таки еще раз этот вопрос поднять. Почему? Потому что многое уже поменялось. И, возможно, те схемы, те методики, по которым мы работали два года назад, они уже сейчас, скажем так, не являются настолько актуальными. Все-таки очень быстро сейчас все меняется. Последние два года стали очень такими динамичными и насыщенными в плане развития архитектурной визуализации. Буквально четыре недели назад я провел вебинар с этой же тематикой, вот, который благополучно не записался. Вот, чему я был не очень-то и рад. Соответственно, я решил для того, чтобы все-таки информацию я там подавал достаточно, ну, хорошую, полезную. И я решил этот вебинар повторить. Повторить его, возможно, немножечко в другой форме сейчас. Вот, но эту информацию хочется все-таки оставить и вам, и хочется, чтобы она осталась на просторах Ютуба. Почему? Потому что буду говорить в контексте сегодняшнего дня, в контексте сегодняшнего времени. Также хочу сказать то, что многие вопросы, я сам себя на этом ловлю, многие вопросы непосредственно в архитектурной визуализации для меня являются очень простыми и обыденными. Соответственно, мне на эту тему говорить и одновременно, и сложно, и просто. Просто почему-то, потому что я в этом варюсь, и в СМН это происходит каждый день. Мы занимаемся архитектурной визуализацией, у меня студия, в которой я являюсь художественным руководителем. У нас каждый день идет работа по архивизу. А сложно мне на эту тему говорить просто потому, что вот эти вот все обыденные вещи стали для меня настолько понятными и привычными, что я зачастую не могу сделать правильные акценты. Поэтому, да, потому что для меня это обыденность, а для вас это, ну, возможно, открытие какое-то будет. Поэтому сегодняшнюю встречу я, не знаю, как получится, предлагаю провести в полуинтерактивном режиме вместе с вами. Я, у вас немало, 300 человек, вот, но я постараюсь с вами коммуницировать вот непосредственно в течение всей беседы. Почему? Потому что, я объяснил, да, у вас могут возникать какие-то дополнительные вопросы по ходу моего рассказа, которые могут немножечко видоизменить вектор моего рассказа, либо же привнести в них какие-то другие нотки, нужные вам. Да, я могу пропустить многие вещи просто потому, что они будут для меня являться, ну, сами собой разумеющимися. Вот, соответственно, в связи с этим попрошу держать определенную культуру в чате. Для того, чтобы мне было проще с вами коммуницировать, просто вот прошу по возможности, мы приветствуем всегда общение в чате на наших вебинарах, но для того, чтобы сегодня мне было попроще вести, так как я буду в чат все-таки пытаться смотреть, да, прошу свести дискуссии между собой к минимуму, вот, и писать, в общем-то, те вопросы касательно, ну, те вопросы, на которые вы хотите услышать ответы от меня. Если вы пишете вопрос ко мне, то пишите, пожалуйста, его вот в такой вот форме, то есть я покажу. Восклицательный знак, вопрос, восклицательный знак. Таким образом я буду видеть то, что этот вопрос адресован мне. И если данный вопрос будет в контексте того, что я говорю, я посчитаю нужным на него ответить, то я на этот вопрос отвечу. Вот. Вот. Это интересная практика, потому что она интерактивная, и, ну, я вот, как я уже сказал, у меня будет возможность зацепить больше тем, да, в данном формате проведения. Давайте сделаю вот огромное, что-то чуть-чуть, если вам плохо слышно. Вот так вот будет получше, да? Угу. Хорошо. Хорошо. Разделю нашу встречу, все-таки, как всегда, разделю ее на три части. Да, первая часть – это приветствие, вступление. То, чем мы сейчас занимаемся, это болтовня, организационная такая штука. Вторая часть – я буду излагать, в общем-то, тот материал, который я сегодня подготовил. Это будет теория. И третьей частью я хочу вам показать, собственно, ну, наши работы, для того, чтобы не просто проговорить что-то относительно визуализации, а показать примеры, конкретные примеры выполненных работ нашей студии. Каждая работка будет подкреплена небольшой историей. Также по каждой работе я озвучу сроки на выполненные работы, последовательность. Расскажу вам еще, в принципе, цепочку действий, которые мы проделываем обычно в нашей студии для получения результата. Ну, вот такой вот формат сегодня задуман. В общем, начну, а вы мне помогаете интересными вопросами, ну, и хорошим настроением, наверное, да? Окей. Что ж, я, как я уже сказал, думаю, что многие из вас в контексте того, что такое архитектурная визуализация, да? Вот кто знает четко, что такое архитектурная визуализация, ставьте, наверное, единицу, а кто не знает, что это такое, поставьте двойку. Я просто хотя бы пойму, какая аудитория здесь присутствует. Ну, как и ожидалось, в общем-то, единички, двоечки редко-редко-редко проскакивают. Ага. Ну, они есть. Буду говорить тогда общими, сейчас общими фразами по поводу архивиза, но считаю нужным данную лекцию начать непосредственно с определения. Определения, как вы понимаете, в толковых словарях нет. Архитектурная визуализация – профессия новая. Хотя, может, и есть, я не смотрел. Ну, сомневаюсь. У меня определение свое. В общем-то, архитектурная визуализация называется процесс воссоздания архитектурного объекта в виде трехмерной картинки фоториалистичной по эскизам, наброскам или чертежам архитектора. То есть, это такой достаточно ключевой базисный момент, потому что многие немножко путают архитектурную визуализацию и профессию архитектора, либо же дизайнера. Очень важно понимать то, что визуализаторы, то есть мы, да, и я, и сотрудники моей студии, и потенциально ты, ну, тот, кто слушает сегодняшний вебинар, если вы уж склоняетесь к архивизу, вы должны понимать, что вы не занимаетесь дизайном, вы не занимаетесь проектированием. Ваша профессия не менее творческая. Я сегодня буду об этом говорить, я сегодня буду делать на этом акценты, но она не включает в себя проектирование, она не включает в себя работу над формой, не включает в себя работу над пространством. В связи с этим вытекает ряд определенных моментов, связанных с этим. Есть положительные моменты относительно данного контекста и данной профессии, и есть, соответственно, какие-то отрицательные моменты. Честно сказать, отрицательные моменты, они сводятся на самом деле к тому, что кому-то может показаться, что данная профессия не является стопроцентно творческой. И да, это так, она не является стопроцентно творческой. Почему? Потому что здесь есть большая техническая часть, есть еще такой человек, как архитектор, либо дизайнер, который, в общем-то, процесс проектирования берет на себя. Но все равно буду спорить и буду доказывать то, что огромная доля творчества здесь присутствует. И если вы уж по призванию художник, если вам это нравится, вы хотите рисовать, то я думаю, что вы здесь более чем себя здесь найдете. Давайте немножко поговорим лучше о том, в каком формате сейчас это все проходит и что это из себя представляет на рынке. Тогда вам немножко, может быть, попонятнее будет, в общем-то, откуда здесь толика творчества берется и куда это творчество нужно направлять, и на чем нужно делать акценты. И как вообще, что нужно из себя представлять, чтобы рынок, либо же потенциальный работодатель, либо же просто дизайнер, например, нуждающийся в работе, в тебе заинтересовался. Итак, немножечко уйду годика, наверное, так на 2-3 назад. Как раз-таки начинался проект GM Кубатор. И коснусь такого вопроса, как качество. Коснусь этого вопроса, причем потому что данный вопрос является ключевым все-таки сейчас в данной индустрии. Мы можем быть исполнительными, можем быть хорошими сотрудниками, можем быть хорошими людьми. Но вот что конкретно поменялось за последние 2 года и что бросается в глаза, так это все-таки такой очень мощный, очень крепкий рост по качеству картинки. При этом под словом качество, что я подразумеваю, тоже надо бы небольшую расшифровку дать данному термину. Качество это не то, насколько, скажем так, не лишь только то, насколько четко вы там, допустим, простроили шейдер, либо же осветили комнату физкорректно. Под словом качество подразумевается еще такая вещь, как привлекательность картинки и ее продаваемость. То есть картинка должна цеплять, картинка должна продавать. Я по роду своей деятельности работаю рядом с определенным количеством художников. И эти художники, как правило, делятся все на 2 типа. Это люди, которые обладают хорошей технической базой, которые делают хорошо техническую часть. И люди, которые очень даже неплохо рисуют, то есть обладают хорошим видением, хорошим вкусом, но при этом особо не техничен. И скажу я вам, это тоже можно взять и намотать на ус, что люди, которые обладают просто хорошим вкусом, не обладая глубокой технической базой, являются для нас, для нашей студии, намного более интересным звеном, намного более интересным кадром, чем какие-то там жесткие технари. Потому что мы все-таки продаем образы, мы продаем картинки. И опять же хочу сделать акцент на том, что все-таки пришло понимание того, что нужно сейчас в принципе рынку. Это как раз-таки эти образные, эмоциональные, красивые картинки. Я вам сейчас просто покажу пару сайтов. Давайте начнем непосредственно с Омеги. Это сайт нашей студии. Я думаю, что логично как раз-таки начать непосредственно с него. Бросаю ссылку и сейчас расшарю дисплей. Вот, Мишлин, Александр, выключи, пожалуйста, заставочку. Вот так вот, спасибо. Ага, не получится показать. Так, я сейчас выйду из вебинарки и зайду, потому что по-другому она не сработает. Итак, да, давайте начнем с Омеги. Это наши работы. Работы, скажем так, здесь собрано разные. Ребятки, вы должны понимать, что есть такая вещь, как портфолийные работы, которые действительно хочется положить в портфолио, положить их на сайт и показывать их всем. Вот, и вот эти вот как раз-таки те работы, которыми мы можем гордиться, которые нравятся мне с точки зрения художественности. Но это далеко не все работы, обновления происходят на сайте довольно-таки нечасто. Я вам покажу сегодня работы, ну, наши поточные, да, то есть те работы, которые мы выполняем каждый день. У нас идет по 7, по 6, по 15, иногда бывает проектов в месяц. И, конечно же, весь этот материал не попадает к нам на сайт. И он не попадает к нам на сайт по двум причинам. Первая причина, это причина, в которую многие, кстати, почему-то не верят, что есть такая штука, как NDI. NDI, Non-Discrimination Agreements, то есть соглашение о неразглашении. Английская аббревиатура NDI. И у нас NDI подписано, в общем-то, с большинством тех студий, с которыми мы сотрудничаем. И мы делаем здоровенные, крутые вещи, ну, с точки зрения объемов, да, и не имеем возможности их показать до момента опубликования. Последний раз мы NDI ждали, там, снять NDI, два года примерно у нас прошло, перед тем, как нам разрешили показать там десяток работ наших. Мы были безумно рады. Вот. И вторая причина, по которой не все работы, далеко не все работы студии вылетают нам на сайт, это то, что данные работы, я сейчас просто пролистаю некоторые доски наши менеджерские. Вы посмотрите, так бегло. Я потом по каждой доске пройдусь более конкретно, расскажу вам про проекты. Эти проекты не представляют лично для меня там какой-то определенной художественной ценности. Вот. Поэтому, в общем-то, вот сайт, он портфолийный, и я думаю, что в этом есть определенный смысл. Не выливать все, а выливать только то, что действительно, ну, является эффектным и то, к чему хочется идти. Причем, потому что ваша портфолио, это, собственно, ваше потенциальное будущее в будущем заказа. Вот. В общем-то, вы можете, ну, на самом деле, без слов, мне кажется, художественность нужно оценивать с минимальным количеством слов. Вы можете, в общем-то, сами пролистать некоторые наши работы и посмотреть то, как это представлено у нас. Можете посмотреть на качество, можете посмотреть на свет, можете посмотреть на прорисовку картинки, можете посмотреть на композицию кадра, можете посмотреть на проработку шейдера и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, я считаю, я буду хвалить, конечно же, наши работы, вот, потому что я считаю их хорошими. Вот. У нас, опять же, проводя аналитику непосредственно по нашей системе работы, Могу сказать, что тоже не все так идеально, как хотелось бы, у нас есть куда расти, есть к чему стремиться и в первую очередь могу сказать, допустим, недостатки непосредственно сегодняшнего дня нашего по Омеге, это недостаток масштаба, масштабности портфолио. Я сейчас покажу вам, над чем мы работаем, я об этом скажу тоже два слова. То есть я вам сейчас покажу, приведу в пример портфолио всемирно известных студий по визуализации и вам сразу же бросится в глаза такой фактор, как масштабность работы. Вот давайте посмотрим сейчас просто на Сержан Марцис, например, как бы всемирно известная студия и первое, что вы видите, да, то есть это масштабность проектов. Ну здесь, кстати, масштаб еще как бы даже небольшой, да, но он уже явно здесь повыше, потому что если мы посмотрим, то мы видим то, что, в общем-то, давайте зайдем, это уже идут сооружения такого общественного характера, общественного назначения. Вот, это уже есть кул. Двигаемся дальше. Тоже вам для примера просто, я сейчас показываю топ верхушку. Конечно, не показываю мир, но это отдельный топик. Опять же, ну, наверное, не смогу не затронуть их сегодня, но вот, наверное, Brick Studio тоже является достаточно демонстративным примером хорошо развитой студии. Вот, если мы посмотрим стилы, стил имиджес, то вы увидите, что, давайте глянем, думаю, вам видно, да, видно. Вы увидите то, что, опять же, раз и присутствует масштаб, да. Вот, ну, это студии высокого уровня, то есть это всемирные, всемирно известные студии и, конечно же, они получают заказы от достаточно именитых архитекторов, таких как Фостер и Партнеры, Паркинсон, Виллс и другие. Ну, не буду сейчас перечислять эти громкие имена, я думаю, что вы их или слышали, а если не слышали, то тоже нет смысла. Вот, очень неплохо, очень хорошо, это то, к чему, собственно, нужно стремиться всем уважающимся визуализаторам. Мы же, как вы видите, представляем средний, средний сегмент в плане масштаба, вот, но есть определенные накидки, есть определенные движения, которые позволят нам выйти на другой уровень. Сейчас это происходит, это работает, процесс пока что закрытый, я о нем много говорить не буду. Почему? Потому что результат, как бы, должен случиться, вот, и когда этот результат случится, да, соответственно, я и буду говорить на тему того, как отмасштабировать студию. Сейчас мы держим очень уверенный средний уровень, вот, который, в общем-то, продается, продается неплохо. Что сейчас представляет из себя вот форма коммуникации фрилансера, либо же сотрудника и студии? Давайте вот сейчас немножечко поговорим о том, с вашей позиции, с вашей точки зрения. Я понимаю, что здесь собрались далеко не руководители студии, а скорее люди, которые хотели бы работать, да, в данной сфере, да. Поэтому я попытаюсь сейчас с вашей позиции определенные интересные моменты для вас набросать. Итак, немножко о том, вообще, что данная профессия может вам дать и как происходит заработок в данной профессии. Просто пару слов, я не углубляюсь в тему, просто даю понимание. Ребята, есть две формы сотрудничества, в общем-то, со студиями, если вы визуализатор. Тут же, давайте тоже, просим, поведу, чтобы я не рассказывал, допустим, в пустоту ненужные вещи. Вы ведь желаете работать в данной индустрии, да, наверняка у вас, плюсы ставим, если это так, наверняка у вас есть желание создавать красивые картинки, получать за них деньги, да, работать в креативной атмосфере, общаться с художниками, заниматься 3D-графикой, да, ну, это же кайф, это круто. Я в этом уже 8 лет живу и, честно говоря, еще не пожалел в выборе профессии. Да, ну, как бы плюсы есть, хотелось бы, конечно, побольше, тогда мне будет покомфортнее говорить на эту тему. Вот, есть две формы сотрудничества сейчас, которые наблюдаю я, их больше, в принципе, наверное, быть не может. Собственно, онлайн форма и оффлайн форма. Вот, если раньше об онлайн форме, собственно, как бы, ну, речь особо-то и не шла, ну, там, возьмем период, там, трех-четырехлетней давности, пятилетней давности, тогда это только начиналось. То есть сейчас, ну, все работало в оффлайне, то есть были офисы, были студии, и большая часть, больший костяк выполняющего звена, то есть сотрудников, да, он работал в офисе. Сейчас же, опять же, я говорю только лишь из своего опыта и из опыта тех студий, с которыми мы сотрудничаем, с рядом студий из Европы и из Америки. Вот, и сейчас я вижу, общаясь с нашими партнерами, это не только наш подход, я к этому, допустим, пришел интуитивно, когда-то, два года назад, но сейчас, общаясь с нашими партнерами, я понимаю, что практически все студии, там, большинство процентов, наверное, 80 студий, держат довольно-таки большой сегмент своих сотрудников в онлайне, да, это происходит по разным причинам. Для меня лично, ну, то есть есть ряд утилитарных причин, такие, как, например, ну, чисто финансовая сторона, потому что содержать большой штаб сотрудников не всегда выгодно. Зачастую бывает так, что, так оно и есть, что работать с фрилансерами намного более интересно, да, с точки зрения финансового, да. Потом, обеспечить рабочими местами людей тоже непросто, как бы, поэтому, опять же, да, раз мы переходим в онлайн. И третьим фактором, лично для меня он является третьим, и я считаю основным. Работая онлайн сотрудниками, мы имеем возможность работать, в общем-то, с большим количеством художников, и мы имеем доступ к большему количеству художников. То есть фишка состоит в том, что нам не нужно привозить человека и сажать его в офис. Я могу работать с человеком вне зависимости от того, где он находится. И это удобно как нам, да, в держательном студии, и это удобно и вам, людям, которые потенциально заинтересованы в сотрудничестве. Поэтому вот здесь хотелось бы тоже сделать акцент на том, что вот просто примите за концепцию тот факт, что то дело, которым вы занимаетесь сейчас или хотите заниматься, оно востребовано в онлайне. И данная тенденция, она, судя по всему, там в ближайшие 2-3-5 лет она не прекратится, только усилится. Опять же, это обусловлено тем временем, в котором мы живем, это обусловлено высокоскоростным интернетом. Сейчас нет проблем с коммуникацией, нет проблем с пересылкой файлов. Вот поэтому вот такой вот вам прям, знаете, не то чтобы совет, а это вот прям нужно на этом сделать акцент. Я хочу на этом сделать акцент. Постарайтесь максимально развиться в онлайне, да, то есть постарайтесь забыть про оффлайн на какое-то время, потому что работая в оффлайне, вы ограничены, опять же, масштабами своего города, попадаетесь интегрироваться в онлайн среду, вот, а интеграция вас, как специалист, должна проходить каким образом? Кто знает, кто понимает, да? Наверное, ну, можете сейчас эти идеи написать определенные. Вот, ну, скажу вам, такая ключевая вещь, есть площадки свободные для размещения, такие как, ну, галереи, 3D-галереи. Это 3DD, это Evermotion, это Render.ru и другие. Вот чем чаще, чем больше у вас будет постов, в общем-то там, тем, соответственно, больше у вас будет заказов. Как бы, возможно, просто это не звучало, но, по сути, сейчас, да, я вижу единственный способ, реально, даже со стороны работодателя, это один из, может, это не единственный, но самый эффективный способ получить заказ. Лично я хороших художников ищу в сообществах ВКонтакте, например, да, если мне нужен специалист, я иду в сообщество CoronaRender, ищу там специалиста. Я иду на доску Behance, на доске Behance, ищу там специалиста. Я захожу на форумы 3D-шные и смотрю работы людей. Я не рассматриваю, я не захожу на всевозможные фрилансерские сайты, дабы почитать предложения от дизайнеров и визуализаторов, да. Это неинтересно, мне нужна работа. Вот, и если работа хорошая, то она, как правило, всегда начинает сверкать, она начинает, то есть, если работа удачная, она нарисована классно, она выложена, вылита в определенное сообщество, она всегда начинает вот так вот как бы светиться, мелькать. И если работа начинает светиться, то все. Это считается, что вы для себя уже определенный кусок пирога, ну, на определенный кусок пирога вы заработали на свой. И чем больше будет таких вот ярких моментов у вас, да, с точки зрения того, что работа будет подниматься, она будет комментироваться, она будет лайкаться, она будет перепощиваться, Соответственно, больше у вас вероятность того, что вы получите заказ. Да, 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 еще раз да, это так. И как бы это ни звучало просто, но, в общем-то, это весьма действенная рабочая штуковина. У меня сейчас пойдет следующий блок. Перед тем, как его, наверное, начинать, можно сейчас с вами немножко пообщаться. Если мой рассказ там навел о вас на какие-то мысли, на вопросы, вы дозадайте их, вот, чтобы я полностью там данную тематику охватил. Вот, и двинемся дальше. В Харькове бываете? Вопросы не по теме, но да, бываю сейчас в Харькове. Примерные расценки, пожалуйста. Хорошо, можно сказать. Я, то есть, давайте, давайте, действительно, вопрос цены сейчас вскользь затронем. Просто дам вам наброски на тему того, сколько, вообще, какие цифры здесь присутствуют в этой профессии. Смотрите, все зависит, естественно, от того, как вы хорошо это делаете. Никто не скажет вам какую-то определенную цену на рынке. То есть, есть цена какая-то усредненная по ставке. Да, если вы работаете постоянно где-то в студии, то ваш заработок, например, если вы работаете в европейской студии, будет составлять порядка 3-4 тысяч долларов в месяц. Это если вы постоянно работаете сотрудником. Это довольно-таки неплохо считается. И я сейчас говорю о странах Европы, восточной Европы в основном. Западный сегмент имеет немножечко более заниженную цену. То есть, там средний ценовой диапазон 2,5 тысячи долларов, евро точнее, мы о еврозуме говорим, при работе визуализатором. Если мы говорим про Америку, то там зарплата это тоже около 4-5, она чуть повыше. Что происходит у нас здесь сейчас в России, в Украине, я в Белоруссии, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Почему? Потому что просто-напросто у нас нет работы здесь вот на этом рынке. Мы ее отсюда не уберем. Мы брали когда-то, сейчас уже переставит. Тоже могу объяснить и рассказать почему. Что касается стоимости работ за выполненные картинки, то я об этом расскажу, но не сейчас. Я вам начну просто показывать некоторые наши работы. Я буду говорить ориентировочные стоимости на данные изображения, которые были выплачены нашим художникам. И буду говорить те сроки, за которые это было сделано. Так, 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 так. Этот вебинар просто поговорить или будем учиться. Сегодня теоретический вебинар. Сегодня будем общаться на тему визуализации, архитектуры. Да, это в месяц, конечно же. Технически, на технические вопросы не вижу смысла отвечать по поводу нечеткого рендера. Что у нас еще интересного? На каком компьютерном лобике ты работаешь? Покажите, пожалуйста, текучку, которую вы делаете в Европе, в США, не галерейные работы. Вот, кстати, сегодня и буду показывать. Почему не берете заказы в СНГ? Мы не берем заказы в СНГ из-за того, что эти заказы имеют малую стоимость. И с точки зрения заработка денег это неинтересно абсолютно. Если бы я работал один, да, и был фрилансером, то я бы, может быть, и брал бы что-то из России. Но так как мы работаем в студии, то нам и у нас есть возможность сотрудничать с иностранными студиями, а этому сопутствует ряд как технической базы, да, технической оснастки, также наш уровень, также еще и юридическая составляющая, которая тоже немаловажна при контакте с мировыми студиями. Артем, вы хорошо знаете иностранный язык, как проходят переговоры с зарубежными заказчиками? Иногда я говорю сам, если эти заказчики, например, если заказчик из Индии или, например, из Хорватии, то я сам с ним пообщаюсь, а если это заказчики из Штатов, либо же из Лондона, да, Англия, то я пользуюсь услугами переводчиков. Стажировки у нас нету, к нам приходят сразу зрелые художники, с которыми я могу работать. Такого материала тоже хватает, в общем-то. Не стажируем. Стажировка в CJI-мкубаторе проходит. Фрилансеру можно неофициально, да, фрилансеру можно неофициально, но у вас есть там лимиты по получению денежных средств на банковские карты, на свои. Вот если вы за эти лимиты месячные выступать не будете, то спокойно фрилансите себе, и регистрация вам не нужна. Но если вы будете масштабироваться, ваши заработки будут увеличиваться прогрессивно, да, непосредственно с увеличением объема работы, то вы эти лимиты превысите, да, вам нужно будет официально регистрироваться, чтобы получить платежи. Как вам реально попасть? Рисовать нужно красиво. Вот тогда ты имеешь реальные возможности попасть к нам. Артем, как вы боретесь с демпингом цен на визуализацию? Мы не боремся с демпингом цен на визуализацию. У нас есть наш ценник, собственно, и мы с ним работаем. Наш ценник достаточно не низкий по меркам СНГ, но очень невысокий по меркам Европы. Поэтому мы ходим в золотую середину, сами демпинг не создаем и с ним не боремся. Реально ли стать визуализатором, если я не художник, а архитектор? Конечно, реально, еще как реально, я сам архитектор, а не художник, и, собственно, стал визуализатором. Это очень близкие профессии, я вам скажу, что профессия визуализатора вытекла из профессии архитектора. Так что вот так вот, объединив в себе архитектурный навык, потому что все-таки это очень классно, когда человек имеет архитектурное образование, и технический 3D навык, плюс художественное видение. Нет, вручную, вручную неинтересно, не пойдет. Ну что, давайте пообщаемся на тему того, все-таки, на что нужно обращать внимание, как нужно оснастить себя для того, чтобы вас заметили, для того, чтобы вы нормально выполняли свою работу. Итак, первым акцентным моментом, о котором я сегодня уже говорил, но я сказал, что я эту ниточку пронесу через весь свой монолог, является такое слово, как все-таки качество. Ребята, вы должны эту профессию полюбить, вы должны это дело полюбить, вот прям со всей силой. Почему? Потому что делать красивые вещи невозможно без этого чувства. Это нужно понять и принять, иначе же будет очень затрудненное движение. Опять же, сотрудничая со своими художниками, ну я с ними, естественно, знакомлюсь, общаюсь перед тем, как начать работать, я понимаю, что лучшие сейчас мои визуализаторы, с которыми я сотрудничаю, с которыми мне нравится сотрудничать, начали заниматься архитектурной визуализацией исключительно для удовольствия, или не архитектурной. Ну не всех же, согласитесь, не всем интересно рисовать интерьеры, экстерьеры, домики и комнаты. Многие мои художники начинали просто с 3D, им просто нравилась идея воссоздания объектов в 3D, рендеринг. То есть, человека увлекал процесс создания изображений посредством 3D. И, опять же, лучшие мои художники, они целенаправленно не шли за архитектурной визуализацией. Они просто стали архитектурными визуализаторами, потому что не поняли, что да, это мое. Поэтому первое, с чего хотелось бы все-таки начать, и что вам хотелось бы порекомендовать во всей цепочке становления специалиста, это все-таки понять и утвердиться в том, что это ваша профессия, это то дело, которым вы хотите заниматься. Да, оно не всегда может быть приятное, оно не всегда может быть легкое, потому что есть такая вещь, как дедлайны, сроки и прочее, прочее, прочее. Но вы должны четко для себя объяснить, что это мое, я этим занимаюсь. И в этом случае, как в любом деле, но здесь это особенно явно прослеживается, у вас пойдет очень такой неплохой рост, очень хорошее развитие. Я просто помню свои 22 года, когда я сам рисовал еще, да, это было 5 лет назад. Я помню, что я просыпался в смысле о том, что сегодня мне нужно рисовать картинку, и засыпал в смысле о том, что нужно нарисовать картинку или закончить ее. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, это вот именно любовь к данной профессии, любовь к рисунку. Я говорю об этом сейчас очень, может, высокопарно, но я считаю, что это ключевая штуковина, потому что профессия, как ни крути, она все-таки не до конца техническая. Нет, в ней присутствует большая доля творчества. Вы художники в первую очередь. И неважно на самом деле, из какой профессии вы пришли. У меня половина художников имеет художественное образование, половина художников не имеет художественного образования. Но если вы не имеете художественного образования, значит, что у вас нету вкуса. Все-таки есть вероятность того, что вы можете извергать из себя какие-то красивые, приятные для глаза вещи. О том, что делает картинку красивой, кстати, вы можете посмотреть другой мой мастер-класс, который, по-моему, так и называется. Вот, там я говорю на тему художественности. Окей. Допустим, да, мы любим профессию, нам нравится заниматься 3D, нам нравится процесс рендеринга, мы любим воссоздавать, то есть мы любим, да, созидательную деятельность. Мы определились с этим. Дальше, ключевым моментом, все-таки в нормальной такой комфортной работе для вас, станет вопрос выбора софта. Да, вопрос немаловажный, хотя, опять же, есть определенные надпонятийные вещи в архивизе, которые многие знают. Но я все равно повторю, потому что есть новички, а есть люди сомневающиеся. С каким софтом лучше всего работать сейчас и поясню почему. Не просто перечислить, а поясню почему. То есть, ну, первое, конечно же, секвенсор, то, в чем мы все собираем, это 3ds Max. Архитектурная визуализация сейчас базируется на 3ds Max. Я думаю, что в ближайшие лет 5, как бы, эта тенденция еще не пройдет. Что будет потом, непонятно. Причем, потому что есть довольно-таки бурно развивающиеся проекты, такие как Maxon, Sky Cinema 4D, такая вещь, как Blender. И Maya, нет, вряд ли, Maya в архитектуру не войдет. Это все-таки такой комбайн, который архитекторам не нужен. Вот сейчас, наверное, последние лет 20 это был 3ds Max, сейчас он остается. У меня есть определенные свои внутренние какие-то, не то чтобы опасения, но определенные видения того, что данный софт может стать неактуальным лет так через 5-6. Но эта информация, она как бы, ну, ничем не подтверждена. Это исключительно мои какие-то наблюдения за теми тенденциями, которые сейчас происходят. Если Max просуществует на рынке еще 10-15 лет, я не удивлюсь. Не удивлюсь. Вот, но им для этого нужно определенные вещи пересмотреть в своей, ну, в своем движении. Но сейчас, как бы, это закреплено. Все работают в Max, и если вы работаете в других софтах, там, например, кто-то в Cinema пытается, либо в Blender, вы сейчас сами себе умышленно будете усложнять жизнь, потому что вы не сможете, вы сможете работать в одиночку, и может вам будет комфортно. Но, поверьте, архитектурная визуализация – это та профессия, в которой вам чаще всего придется работать в команде со смежниками, вам придется брать чужие начатые проекты, да, и заканчивать их, либо же вам придется передавать свои начатые проекты. И здесь очень важна кроссплатформенность. Поэтому базой для всего является 3ds Max. На нем работают 99% визуализаторов. Вторым моментом, да, чем рендерить, я здесь начинаю, начинаю улыбаться, потому что многие знают, в общем-то, то, на чем я работаю, на чем работает наша студия, и многие пришли, приходят сюда для того, чтобы узнать побольше о Короне, вот, и, в общем-то, да, да, все правильно пишете, это Корона, отличный визуализатор, отличный пакет для рендеринга, который, опять же, за последние 2 года невероятно сильно развился. Я вам скажу больше, я считаю, что, как раз таки, Корона является причиной того, что качество так круто выросло за последние 2 года, и, в общем-то, кому-то стало от этого непросто, да. Вот, и, в какой-то степени я являюсь распространителем, да, данной информации, потому что я этот визуализатор люблю, и люблю его, ну, не просто потому, что мне нужно его, там, как-то презентовать или подать, а просто потому, что это действительно очень мощная, очень удобная штуковина для архитектурной визуализации. У нас вся студия работает на Короне, и мы испытываем исключительно положительные эмоции, получая эти картинки за счет Короны. До этого был V-Ray, V-Ray еще не ушел с рынка, конечно же, он занимает достаточно такую большую нишу, вот, многие ним пользуются, но, скажу я вам, тенденция все-таки идет к переходу на Корону, ну, и я сейчас, вот, допустим, завязываю контакты с новыми студиями, либо же общаюсь с нашими старыми студиями, ну, с которыми мы, с нашими партнерами, и довольно-таки крупные студии в Штатах и в Европе, они даже приветствуют то, что мы работаем в Короне, и сами уже перевели свой штаб на Корону. Поэтому, если у меня была еще, там, два с половиной года, три года назад, у меня была опаска, пакет был новый, ну, я опасался на него переходить, как бы, ввиду того, что было непонятно, что будет дальше, и школа на Короне у нас работает. Вот сейчас у меня сомнений нету, и, в общем-то, ну, я рад, что все произошло так. Я в то время, три года назад сидел, как бы, и мечтал, что наверняка же сейчас еще чуть-чуть, и выйдет что-то такое, что выключит максимально техническую часть, да, при создании картинки, а включит исключительно художественность, да, и художественный подход к делу. И, в общем-то, Корона явилась вот этой вот кистью, удобной, классной кистью, которая позволяет вам все это рисовать. Так что, здесь тоже выбор очевиден. И третий, ну, опять же, я говорю, выбор очевиден. Как я сказал, я данную лекцию читаю исходя из своего опыта. Я не хотел бы навязывать свое мнение, но на самом деле к этому многие приходят, то, к чему я говорю. Вот, и третьим моментом, третьей базой, третьей группой софта является софт для постпродакции. Здесь есть такая вещь, как фотошоп. Это вообще не обсуждается. Неважно, с какой графикой вы работаете, фотошоп должны знать, в принципе, все. У меня такое ощущение, знаете, когда я беру там сотрудника на работу, я даже не спрашиваю про фотошоп никогда, потому что мне кажется, что фотошоп должны просто знать в пеленок все. Этот вопрос не задается. Очень прикольно, если сотрудник владеет еще там каким-то инструментом композитинга, например, фьюженом, либо нюком. У нас в студии не все пользуются данным, данными инструментами. Это три человека, высок, технари хорошего, очень высокого уровня. Фамилии даже называть не буду, потому что многие из вас, наверное, их знают. Но такие люди у нас есть. И, в общем-то, если, ну, чем шире, в общем-то, спектр того, что вы можете охватить, то есть, если вы владеете программами для композитинга, вообще класс. Вот это хорошо. Тогда с вами нужно будет работать по анимации, не только лишь по статике. А анимации – это другие бюджеты, как вы понимаете. С вами можно будет работать на больших проектах, пакетных, да, там, где нужно большое количество визуализаций. Там 10, 15, 20 картинок. Вот. Ну, в общем-то, есть, есть, еще раз, есть определенный смысл. Вот, если идут вопросы по Unreal Engine, кто не знает, что это такое, это средство для, позволяющее нам делать не то, чтобы визуализацию, а, в общем-то, бродить по нашим проектам в реальном времени, по сути, идет симуляция игры. И я, честно говоря, думал, что в этом есть определенное будущее. Как раз-таки годиков, так, наверное, полтора назад, когда это все появилось, я думал, что, о, там Unreal Engine, скорее всего, разобьется. И держал руку на пульсе. Но потом понял, что данная тенденция просто умирает. И Unreal Engine, как и Oculus Rift, как и дополненной реальностью, просто немножко поигрались и поняли нецелесообразность данного подхода именно в архивизе. Как фишка, да, может быть, удивить заказчика, да, но реально данный продукт, он не работает. Вот, поэтому уже, наверное, как больше года, я не получаю даже предложений каких-либо по Unreal Engine, или Oculus Rift, либо дополненной реальности, в общем-то. Это не нужно сейчас. Еще не то время, я думаю, не темочная сетя. То есть, задел очень потенциал хороший, но, думаю, не сейчас. Может, позже. Но сейчас нет. Где брать заказы начинающим по визу? Я сказал, размещайтесь побольше, почаще размещайтесь. И тут, вы понимаете, как бы ситуация живая, рынок живой, и вы интересны тогда, когда вы делаете интересную работу. Я не могу сказать, что есть какие-то хитроумные маркетинговые хода, которые позволят вам сейчас получить нескончаемый поток заказов. Нет, скорее всего нет. Это как и везде работает, в общем-то. Чем вы интереснее, чем вы лучше. И чем вы качественнее, тем, соответственно, больше у вас работаем. Но, опять же, с чего начать-то нужно? И где зацепиться? Зацепиться, я повторюсь, я об этом говорил, можно и нужно в галереях. 3DDDD, Render.ru, Nevermotion, доски на Behance, Instagram, в конце концов. А там рендер, что скажете? Хорошая GPU-шная штуковина, но пока что еще в архивизии не используется. Почему? Потому что у нас нет хорошей, как правило, архивизоров, нет такой оснастки правильной GPU-шной для рендера на видеокартах. Если она появится, то это будет очень неплохо. Octane очень быстрый рендер. И очень неплохо рисует. Но рисует не хуже коронные. Есть еще Arnold, если уж мы о Pastrace-рах заговорили. Но Arnold пока что еще медленноват. Но это серьезный рендер, что такое? Нам она просто не нужна. Артем Материевский, это мотивирующая фраза, типа архитектура, это среда, стимулирующая процессы, которая помогает тебе в работе. Вся мотивация лично моя исходит из того, что я делаю. Я просто наслаждаюсь результатом своей деятельности в виде изображений и в виде роста и развития непосредственно нашего сообщества. Нашим сообщества является как студия Омега, так и проект CJ Incubator. И аккумулируя вокруг себя определенных людей, создавая процессы интересные, объединяя коллективы в творческие, в коммерческие. Собственно, вот это и есть моя мотивация лично. Так, окей, давайте двигаться дальше, потому что у нас еще большая тема, будут и сроки, и цены. Я сейчас об этом тоже буду говорить. Скомбинирую сейчас три пункта, которые я выписал. Опять же, мы сейчас, напомню тему, говорим о ключевых качествах специалиста, которые помогают вам и помогут вам. Есть такие вещи, как скорость, как многозадачность и как гибкость. Объединяете все эти три тезиса в один пункт. И здесь главный посыл идет такого, что, ребятки, если вы хотите зарабатывать деньги и хотите зарабатывать хорошие деньги, то вам придется, скажем так, проявить определенный креативный подход к выполнению задачи. И данный подход сходится не только к рисованию, не только к получению красивой картинки, но еще к тому, как вы работаете как специалист в многозадачной среде. То есть тут нужно реально иметь вот такую вот голову порой. Я своих сотрудников тренирую. Каким образом? Я сейчас выдаю по два, а то и по три проекта одному человеку. То есть раньше, опять же, когда Омега еще не была настолько сейчас, ну, масштабно так, как сейчас, вот, то каждый сотрудник мой работал над одним проектом. Ну, как бы работает и работает. Вот, но потом я понял, что это далеко не предел человеческого мозга. Потому что я знал свои способности, я знаю, как я работаю над проектами. Вот, я начал потихоньку внедрять. Опять же, основа есть не только на своем интуитивном знании, но, опять же, на опыте наших партнеров, с которыми общаюсь. Я вижу тенденцию того, что хороший, уважающий себя специалист, ну, он, как правило, ведет два проекта. Да, то есть, вот, если вы работаете в студии, у меня, например, был опыт общения с сотрудниками студии австралийской, Биньян. Вот, и там, в общем-то, вести два проекта – это нормально. То есть, странно, если вы ведете один проект. Вот это странно. Два проекта – это хорошо, три проекта – это отлично. Соответственно, нужно, опять же, это приходит с опытом, это приходит с практикой. Нужно настроить себя на определенный ритм, тогда вы сможете зарабатывать очень хорошо. Сотрудники моей студии зарабатывают разное, конечно же, количество денег, в зависимости от той работы, от того объема, который они выполняют. Но средняя вилка по ценам, да, то есть, мы сейчас говорим о нашем русскоязычном пространстве, вот, это средняя цена – это две тысячи долларов, получают мои сотрудники, да, которые работают, скажем так, в среднем режиме. Сотрудники, которые работают в таком, ну, напряженном ритме, если, допустим, заходят большие проекты, у нас есть факты выплаты, там, по четыре, по пять тысяч долларов сотрудникам, да, то есть, это как раз-таки та цифра, которая, ну, является такой классной, за которую действительно хочется заработать, но данную денежку заработать очень-очень непросто, вы должны это понимать. Ну что ж, давайте теперь поговорим непосредственно на практике о том, чем мы занимаемся, я вам сейчас покажу несколько проектов. Давайте тоже на блок вопросов отвечу. У меня три проекта в разных сферах дизайна, нормально, вполне. Речь только сейчас об архивизии, да, если что. Работают за 400 баксов в разных сферах дизайна целый месяц, ну, и такое тоже случается, да, но тут потенциал, на самом деле, значительно больше, чем 400 баксов, значительно больше. Ну, опять же, вы не обольщайтесь, то есть, вы должны быть специалистом высокого уровня, чтобы получать, как бы, те деньги, о которых я говорил. Вы можете посмотреть на наше портфолио и понять, что вам нужно рисовать и как нужно рисовать, чтобы получать эти УЕ. В Короне возможно делать анимацию, у нас как раз-таки такой опыт был и продолжается, мы очень довольны анимацией, которая получается в Короне. Отсутствуют какие-либо флики и артефакты, и все это очень приятно смотрится, очень приятно. Так, 170 баксов в месяц модель, мебель, ну, это совсем как бы, ну, как сказать, с чего-то мы все начинали. Я начинал с нуля, потом моя первая зарплата в месяц была, составляла, сейчас я вам скажу, что-то порядка там 40 долларов. Я работал исключительно на альтруизме, мне просто нравилось. Ну, а дальше уж, в общем-то, потолка нету. Артем, будете ли вы преподавать ребятам анимацию? На курсе, да, я с удовольствием отвечаю на этот вопрос по анимации, к тому же там ничего. А, Маша, Маша Ерофеева, вот, была на курсе, но давно была, да, наверное, годика так и полтора назад закончила. Ребят, а кто у нас с курса? Есть студенты, бывшие, будущие? Угу. Здравствуйте вам в очередной раз. Так, Артем, на форме кроме есть конвертеры для веревских сцен и разные скрипты для быстрой работы? Да, конечно, мы знаем. Ну что, давайте еще один вопрос. Какие средства перевода денег за работу из Европы и США украину удобны, чем пользуешься сам? Если вы фрилансер, то вам будут переводить деньги либо же на банковскую карту, либо же вам будут вестерн юниором переводить деньги, либо маниграмом. Вот так вот. Это небольшой масштаб. Если вы уже из себя представляете организацию, то вам нужно будет иметь официальную регистрацию фирмы плюс банковский счет официальный. И тогда с вами будет работать на больших заказах. Окей, давайте пробежимся по проектам, да. Расскажу о том, чем мы занимаемся, как мы это делаем и как это у нас проходит. Вот. Итак, как я уже сказал, все показать не можем. Вот наши доски, например, которые были созданы по проектам за последние, наверное, 3-4 месяца. Вот. Каждая доска объединяет в себя еще дополнительные доски. И там, собственно, лежат наши проектики. Вот. Покажу вам то, что можно показывать. У нас есть немецкий проект RenderVision, который нравится мне по ряду причин. Вот. И как раз таки RenderVision берет заказы среднего уровня. Я вам сейчас покажу, что это за заказы. Расскажу про сроки. Вот. Покажу интересные работы. И давайте проведем градацию по масштабности этих работ. Да. Я сначала покажу что-то маленькое. Начну с маленького и закончим чем-то действительно таким уже, ну, как бы не космическим большим, ну, хорошим масштабом. Итак, самые маленькие, самые простые заказы, это заказы вот на такую вот предметную, возможно, визуализацию. Вот вы можете видеть непосредственно масштаб работы, вы можете видеть качество работы. Качество, конечно же, стараемся держать высокое. Вот такие вот вещи делаются легко и быстро, в общем-то. Ну, и стоят тоже они недорого. Как мы работаем, тоже, наверное, расскажу. Для вас это будет полезно. То есть, как договориться с клиентом так, чтобы он у вас там не запрашивал бесконечное количество правок, бесконечное количество корректов и прочее. Не факт, что все вы сможете себе позволить данную договоренность, но она у нас работает. То есть, мы делаем следующим образом. Мы на этапе формирования предложения клиенту сразу же описываем количество рендер-сессий и количество корректировок. И в нашем случае мы делаем три рендер-сессий и две сессии корректировок. То есть, мы просчитываем сначала первый рендер. Обычно он считается вот таким вот образом в серых материалах. То есть, здесь мы показываем положение камеры и показываем геометрию. Вот, потом мы считаем рендер. То есть, получаем правки по этому рендеру. Если клиенту, например, не понравился угол камеры или где-то геометрия не так стоит, мы это правим. Делаем вторую сессию просчета непосредственно уже в шейдерах. То есть, мы исключили такую вещь, как черновики. Это тоже, кстати, принципиальный такой моментик. Хочу коснуться его, рассказать немножко психологию клиента. Мы перестали давно уже показывать черновые рендеры. Наша работа на каждом этапе предпросчета, вплоть до финала, она выглядит уже сразу же хорошо. То есть, мы клиенту считаем фоторильное качество со второй сессии. Мы не делаем максимальный размер картинки. Мы картинку делаем небольшую, там 1500 пикселей по большей стороне. Но мы не делаем черновиков. Мы сразу выдаем фоторильное качество. Почему? Потому что клиент не воспринимает черновики. Он не мыслит как художник, как правило. Он не может ваш черновик просчитать наперед, увидеть его потенциал и понять, что эта работа будет классная. Поэтому, когда вы показываете черновик, и он недостаточно красив, то клиент начинает вносить правки. Но не потому что эти правки объективно нужны, а просто потому что он видит картину, которая ему не нравится, и психологически ему хочется чего-то там поменять. Дабы сократить количество правок, изначально сразу же мы делаем хорошее качество. Мы сразу же делаем привлекательную картинку. Вот показываю, например, первую рендер-сессию по экстерьеру. Вот это первая рендер-сессия, которая ушла клиенту. То есть, ну это не черновик. И чем качественнее вы сделаете первую рендер-сессию, чем красивее будет первая картинка, тем легче будет судьба данного проекта. Проверено уже неоднократно. Поэтому, в связи с этим, мы берем максимальное количество времени, ну максимально возможное количество времени на первую картинку. Мы берем порядка трех-четырех дней для того, чтобы сделать первый рендер. Потом мы принимаем правки. Вот вы можете видеть, вот таким вот списком приходят нам правки сюда. Ну, например, да, покажу, какого рода правки приходят нам. Убрать столб. Заменить шейдер. Например, да, что еще? Где-то нужно поставить решетку. Вот здесь вот, чтобы человек не провалился. Ну и так далее. Такие есть мелкие правки. Мы не отходим концептуально от, в общем-то, картинки. То есть мы не меняем дизайн. Правки касаются каких-то моментов, связанных либо же с художественной частью, если клиенту что-то вдруг не понравилось, либо же с какими-то мелкими доработками. Если клиент начинает работать с дизайном, то есть менять материалы, достраивать объемы, либо еще что-то, эта работа уже тарифицируется по-другому. Это не просто визуализация, это работа над дизайном. Мы, соответственно, по-другому это считаем. Вот она вторая рендер-сессия. Например, могу рассказать по этому проекту. Вы предложили, как мне казалось, идеальную схему освещения для данного сооружения. Это такой ни вечер и ни день. Ну, то есть видно, что интерьеры уже зажигаются, они теплые. Вот клиент попросил этой схемы уйти, попросил сделать день. Мы сделали день. Вот так вот это смотрится. Как по мне, намного грустнее. Но ничего, ему понравилось. Здесь уж, собственно, нам пришлось прийти, в общем-то, на поводу. И после этого мы отчитали финал, который был отчитан в размере 4000 пикселей. На доске его нет, но он такой же точно, только в 4000 пикселей. Финальные картинки, они большие, нужно это тоже учитывать. Так, следующий. Это вот проект как бы среднего масштаба. Вот этот проектик, собственно, является таким же проектиком среднего масштаба. И вот они идут достаточно, скажем так, ну, планомерно и последовательно. Данный проект, вот он стартовал у нас, получается, 04.04. Были еще дополнительные оправки. У нас, сейчас скажу, когда? 13 апреля. То есть вот неделя, рабочая неделя, три сессии, две сессии корректировок, плюс дополнительные оправки. Собственно, проект был завершен. Больше полутора недель на такой проект брать нам неинтересно. Конкретно, я вам не скажу точную цену, не помню просто, но ориентировочная цена на производство этой картинки в нашей студии составила 150 долларов. Получил человек, который эту картинку сделал. При этом он делал не одну картинку, естественно. То есть он взял два-три, я не помню, сколько было точно, но это человек, который работает параллельно с двумя-тремя проектами. Поэтому сумма конечная за неделю получается довольно-таки интересная. Следующим проектом будет, я вам покажу дизайн, даже не дизайн, визуализацию ресторана. И если этот проект, он проходил как бы ровно, спокойно, в правильном ритме, с определенными сроками, нормальными для нас, то здесь нужно было сделать визуализацию за два дня с нуля, с абсолютного. Его, собственно, вот ферновик. И финал был практически такой же, только он был высчитан просто в хорошем качестве. Значит, задача стояла следующая, я расскажу вам. Это довольно-таки интересный проект с точки зрения, вы знаете, есть такие стрессовые проекты, которые ты тоже берешь с удовольствием, для того, чтобы проверить вообще силу и свои команды, и на что вы еще способны. В общем, два дня на разработку данного проекта, четыре картинки, два ракурса, два ракурса день, и эти же ракурсы ночь. То есть вот день и ночь. Работала команда здесь из двух человек. Первый день мы с самого утра начинаем, как бы и в ночь выходим на черновик. То есть делаем за первый день всю сцену, простраиваем ее, на ночь ставим рендеры, и утром получаем вот такие вот черновички. Конечно, работа там адски проходит, то есть вот человек садится, два человека садится днем, и не вставая там часов до 12, до часа, а может даже до 4 утра, делают работу, работают, да. После этого рендеримся, показываем черновики, здесь уже мы показали черновики, не начисто считали, есть еще шумы, ну просто по-другому невозможно было, клиент это понимал. После этого вносим минимальные оправки, вот такие вот корректы здесь было, как бы совсем, давайте покажу вам, что здесь было по корректам. Ну, не так, что прям мало, но они все были такие, как бы несложные эти корректировки, там усилите цвет, немножечко поменяйте цвет текстуры, там чуть-чуть крутаните камеру, вот это самый был страшный, на самом деле, коммент, когда поверните камеру, у нас эта сцена построена под этот угол, она нужна получается повернутая, и достроить ее, но опять же, окей, берем, делаем, в общем-то и успеваем, и на финалы, в общем, здесь вот финалочки лежат, я уже не буду скачивать, они выглядят практически точно так же, только с постпродакцией, и хорошо просчитаны. Вот, работало два человека, эти два человека за данную работу, за два дня получили тысячу долларов, да, то есть вот как бы, ну, 500 долларов, там, за два дня для одного исполнителя. Очень неплохая цифра, как я считаю. Вот, и есть проекты, такое уже, так крупного достаточно масштаба, и довольно-таки объемные, то есть, вот, например, есть мультифлет Black у нас, и я сейчас, чтобы не соврать, на данный проект было заказано, раз, два, да, два санузла, две картинки по Living Room, сюда же было заказано, три плана, и сюда было заказано, две экстерьерные визуализации, потом еще нам дозаказали, остальные планы, вот, то есть, всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять картинок, на один проект, срок выполнения десяти картинок, две недели, конечно же, естественно, один человек с этим не справляется, поэтому здесь была собрана команда, из трех человек, собирается команда, мы пишем этой команде графики, вот, собственно, раз, два, три, три человечка у нас, расписано все по датам, расписано, собственно, когда человек начинает моделить, когда у него выходные, опять же, расписаны даты первых превью, расписаны даты правок, расписаны даты вторых превью, опять же, правки и финалы, то есть, и, собственно, мы это с этим исследуем, если мы отклоняемся, то мы извещаем, соответственно, как бы, нашего работодателя, нашего клиента, вот, но мы очень стараемся от этого плана не отойти, Данный план формируется проект менеджером вместе с визуализаторами. Мы согласуем его внутри студии, потом идет планчик по выполнению на согласование клиента. Это достаточно неплохая ситуация, еще вам скажу, хотя бы пришлось здесь тоже поднапрячься. Потому что выпали выходные, это майские праздники здесь были. Бывает такое, что клиент сам устанавливает вам дату, и вы должны просто в эту дату вписаться. От обратного тогда идем и составляем соответствующие графики. Вот так вот это выглядит. Проект Xenium, наверное, нет, не будем о нем говорить. И вот тоже довольно-таки интересный проектец, покажу я вам. Он тоже рашевый, то есть быстрый, маленького масштаба, 3 дня на производство. Вот такое вот замечательное кафе, не знаю, где-то в Германии, наверное, находится. Один человек делал, 3 дня, по-моему, 300 долларов получился ценник за эту работу. С чего мы начали, сейчас покажу. Вот, это было начало, это первые черновики, первые рендеры, даже в небольшом качестве. Опять же, здесь пришлось урезать сайз картинки, то есть ее размер для того, чтобы уложиться в сроки на первом превью. Сессия корректировок, сессия корректировок, финал. И в финале мы пришли вот к таким вот изображениям, не вверх совершенства, да, то есть как бы, ну, ничего сверххудожественного здесь из таких картинок вытянуть не получается. Это просто качественная визуализация, в общем-то, правильно настроенная шейберах, это тоже есть определенные вопросы. Ну, тут 3 дня, да, то есть не до вылежишь эту работу. В общем-то, реально то, что проходит, и я здесь сразу же отвечаю вам на вопрос, там, почему наш сайт не пополняется, там, каждодневно работами, да. Потому что такую вот текучку выкладывать, как бы, не очень-то, на самом деле, интересно. Ну что, еще дальше? Вот, или пообщаемся, вопросы. Так, расскажи про сервис Трелла, это только для команды или заказчиков. На самом деле, это просто доски менеджерские, это может, вы можете использовать доски Трелла как угодно, как удобно вам. Просто удобно то, что там коллектится, собирается вся информация, она не теряется, она всегда под рукой, она всегда визуально представлена, там есть разбивка по датам. То есть, доски Трелла вы можете использовать для себя, для команды, для студии, для группы людей, для заказа, для самоменеджмента. Вот, применение там, как бы, очень широкое. Артем, сколько пассов считаете на финальный рендер в короне, сколько считаете на финальной картинке 4000 пикселей? Считаем от 100 до 300 пассов, в зависимости от изображения. Вот, буквально на днях, позавчера, просчитали картинку в 15000 пикселей, по большей стороне. Считалась она примерно 10 часов, набежало там 30 пассов, она была чистая. Чем выше размер, тем меньше пассов. 30, 30. Чем выше размер, тем меньше пассов, вы не увидите зерна. И обратная пропорция. То есть, если вы считаете маленькую картинку, там 1500 пикселей, 2500 пикселей, то там нужно уже 200-300 пассов делать, чтобы зерно было, ну прям, чтобы оно отсутствовало. Так, 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 что у нас еще? Как делается план и вид сверху с помощью камеры клиппинг? Нет, убираем потолок, делаем его не рендер able, да, просто потолочек у нас не рендерится. Ставим камеру ортогональную сверху и вперед, погнали. План сверху может быть в макс, конечно, это в максе-то и делалось. Вот так, что обычно у вас заказывают, какие бывают заказчики? Ну, я вот показываю, собственно, что нам заказывают. Да, это архитектура среднего масштаба, как правило. Вот такого вот масштаба штуки. Ну, вот тоже, считаю, что очень хорошая работа. Вот это тот уровень, который нам интересен. Я, когда провожу вебинары, мне потом забрасывают портфолио иногда на почту или ВКонтакты. Я прошу, не забрасывайте ваши работы, если ваш уровень, он далек от такого качества. Нам это минимальный уровень, с которым мы работаем. Так, что еще? Что еще? Что еще? Для Lidl нет, не покажу. Так, какого вида ТЗ вам приходят? Рисованные эскизы. Это планы, бывает. То есть ТЗ может в любом виде прийти. Это могут быть планы, могут быть чертежи, могут быть эскизы. Это может быть модель готовая, которую нужно зашейдерить и отрендерить. Как три человека делают один интерьер? Нет, три человека один интерьер не делают. Опять же, если вернуться сюда, то здесь идет разбивка по следующим образом. Смотрите, три человека один проект. Один человек у нас делает 2D планы, второй человек делает экстерьеры, третий человек делает интерьеры. Соответственно, они не пересекаются. То есть мы их объединяем в один коллектив. Они знают о том, что они работают над одним проектом, естественно. Но они друг другу не мешают. Потому что есть экстерьер, пожалуйста. Да, вот тоже покажу вам. Вот такой вот экстерьерчик. Это хорошее качество. Можете посмотреть, да. То есть то, что интересно нам, то, что интересно сейчас рынку, потребителю. Хорошая, классная трава. Отлично, не талящаяся плитка. Достаточно живая вода. Хорошая рефлексия в стекле. Насыщенная зелень. Люди. То есть, ну, все должно смотреться очень живо. Конечно же. Так, что еще? Что еще? Могу вам показать. Давайте на вопросы отвечу. И есть еще интересный блок. Показываю работу наших студентов всегда. Ссылки сайта, на которых можно получить вдохновение. Пожалуйста. Забрасываю прямо сюда. Раз. Это то, что у меня сейчас висит открытое. Два. Обязательно. Три. С бетоном очень неплохо получается у них. Обязательно Brick Studio посмотреть. То, что хорошо получается. И, конечно же, не обойду я. Никогда не обходил. Это мир.no. И можете еще зайти на XR. Как делает. Очень круто делает. Вот он. Benoit. Опа. Вот это тоже очень хорошо. Сайты могут падать. Да. Если вы сейчас прям решили мгновенно эти сайты зайти туда, они могут не выдержать. Ваш студент сразу же получает работу и заказы. Зависит от того, какой результат ты сделал. Я каждый день получаю сообщения от студентов с благодарностями. Каждый день, в общем-то, практически. Кто-то мне пишет, что он нашел работу. Или самоопределился. Или еще какой-то позитивный отзыв оставляет. Мне это очень приятно, конечно же. Здесь я уж понимаю, что занимаюсь тоже здесь правильным своим делом. Сколько визуализаторов? Штаб сейчас насчитывает 10-15 человек. И это число не статичное. Оно динамичное. Зависит оно от того, над каким количеством проектов сейчас нужно работать. Используете ли вы сложные шейдеры в общих интерьерных сценах? Да. Чтобы это было красивее, конечно же. 215 человек? Нет. 215 человек в перспективе. Артём, мастер-класс по D-Render в короне будет? Я не знаю, что это такое. Сборники для фотошопа. Ты знаешь, мы сейчас используем 3D людей последнего поколения от сканерных. Они очень круто интегрируются, намного более красивее, чем фотошопные люди. Поэтому уже не пользуемся фотошопными. Поэтому я и сборники даже не подскажу, забыл. Так, давайте покажу работы студентов. Работа студентов. Это традиция. Каждый раз показываю. То есть сейчас вы видели работу нашей студии и работы студентов. Сразу же скажу, данная работа является копиями. И на этом тоже нужно сделать акцент. Объясню почему. Копию сделать проще, чем нарисовать с нуля всегда. Работа студента, в общем-то, по качеству. Вы сейчас увидите то, что они не сильно-то отличаются от работы нашей студии. Вот такое вот качество дают наши студенты. Это, например, последний поток, последняя группа, которая закончила обучение неделю назад. Кстати, некоторые ребята, вот я вам сейчас покажу, вот история этой работы, например. Эту работу данный студент делал уже вне курса. То есть он начал обучение и через 2 недели уже начал делать коммерцию. И я его консультировал исключительно по его коммерческим работам. Вот одна из его работ. Вот первый экстерьер у человека. Да, все как бы срисованное. Вот тоже первый экстерьер. Срисовать проще. Срисовать проще. И я своим студентам всегда рекомендую. Говорю, мы сейчас учимся, мы получаем технические знания. Вы прокачиваетесь хорошо, да, в плане техничности. Вот, но параллельно с этим внедряете в свою работу следующую методу. Сейчас мы срисовываем, то есть полностью копируем картинку. После этого следующим шагом для вас будет не срисовывание, а реплика на изображении. То есть вы берете интерьер как отправную точку, какие-то общие мотивы накидываете по нему, а потом уже фантазируете сами, докручиваете его. Вот, и третьим степом будет уже рисование с нуля. Как бы это такой процесс немоментальный. Хотя есть случаи, да, были там, допустим, два с половиной года назад, когда CJM Кубатор только появился. Собственно, наша идея была, идея заключалась в создании кадров. Мы брали студентов прямо вот в сотрудничество сразу же, потому что, да, уровень соответствовал, ну, тех работ, которые выдают студенты, и уровень уровенька. Сейчас за два года уровень сильно вырос, поэтому сразу же сходу забрать студента не всегда получается. Это может быть один человек с группы. Вот так вот. Вот первый экстерьер, кстати, человек нарисовал. Очень талантливый. Вот первый интерьер. Забыл имя студента, забываю. Вот тоже первый, один из первых интерьеров. Вот Олеся Фисак тоже старалась, трудилась. Тоже первая интерьерная работа в Короняне. Вот такие вот вещи получаются. Ну, вот, вот тоже очень люблю эту работу. Сложно шла, белая она белая, но случилось у нас это. Вот тоже очень, на самом деле, талантливая работа. Человек был с опытом, с хорошим, восьмилетным примерно. Вот, делал все, но не понимал, что он делает, и как он делает, и почему у него получается. Вот, и вот человек просто пришел за тем, чтобы получить знания, все-таки, понять, что он делает, и почему, какой параметр за что отвечает, и в итоге получилась вот такая вот одна из самых сильных работ данного выпуска. Это один из выпусков, как бы, таких выпусков у нас, как вы видите, было уже больше 26, больше 25, 26, да, 26 выпусков. Вот такие вот штучки у нас получаются. Сертификат дадим, если нужно, да. На коучеров, какие требования в инкубатор. А сейчас наберем коучеров, справляемся своими силами. Я в конкурсах на 3DD не участвую, нет. Можно было бы, можно было бы, но не участвуем. Сними, пожалуйста, обзор на Corona 1.4, почему бы и нет. Давайте снимем. Еще вопросы. Как проходит коммуникация с клиентом через электронку, Skype или новый способ. Я скажу, что сейчас мы используем только лишь Skype и доски Trello. Клиент также вносится в доску, да. То есть мы делаем инсайдерскую нашу доску, делаем доску клиентскую. И весь материал, который клиенту нужен, мы выгружаем на доску. А он задание, соответственно, тоже сгружает на доску, и комменты сгружает на доску. Это сверхудобно, это удобнее, чем почта в десятки раз. Это позволяет вам контролировать процесс, видеть его визуально, потому что видна прогрессия, работа под рукой. И не теряются фидбэки клиентов, не теряются наши наработки от клиента. Он не переспрашивает, не просит переслать. Как бы все фиксируется на доске. Плюс Skype для коммуникации. Вот сейчас два инструмента, в общем-то, которые работают отлично. Больше ничего не нужно. Как можно с вами сотрудничать? Рисуйте классные работы, присылайте портфолио мне. Хорошим художникам всегда рады. Вася, привет! Вася, рад тебя видеть. Это, кто не знает, человек, который ходит на мои вебинары уже, наверное, два с половиной года. Так, а кто сколько раз на вебинар-то попадал? Поставьте циферку, тоже интересно узнать. Один, два, три. Приятно. Здравствуйте. Давайте еще вопросы, интересующие вас. Алина Дедик, привет. Да, есть постоянно знакомые имена. Величко Юля впервые. В инстаграме могли отписаться, да. Анимацию делаем. Комментарий нет. Мне присылают каждый день несколько работ с просьбой прокомментировать качество. Я это не делаю. Мне хватает моих художников, которые просят от меня то же самое. И это невозможно просто. Я не могу. Так, Артем, есть ли смысл рендерить на ферме? От какой суммы за кадр? Мы рендерим на ферме зачастую, если нам это нужно, если мы не успеваем. Нам позволяет бюджет. Но не всегда. Далеко не всегда. То есть, ну, средняя стоимость кадра в большом размере на ферме составит порядка 10 долларов за просчет одного изображения финального. В инстилайке лично вы ставите не всегда. Графическим планшетом не пользуюсь. Давайте интересные вопросы, какие-то развернутые, широкие, чтобы можно было подискуссировать. Два последних вопроса и будем заканчивать. Давайте самое интересное. Так, так, так. Я жду. Читаю, читаю. Скажите, какой средний размер от рендеренных изображений для интерьеров, жилых и общественных зданий? Средний размер 2,5-3 тысячи пикселей. Мы всегда делаем больше, от 4 до 5. И самыми большими рендерами, которые мы делали, были рендеры в размере 15 тысяч пикселей. Они уходят на широкоформатную печать, на бигборды. Курсы онлайн, да, поэтому можете записываться с любого города. Курсы на дизайн интерьеров не направлены никак. Исключительно визуализация. Ну, кто же задаст последний-то интересный вопросик? Анимация, да, по аналогии с V-Ray, там все то же самое, считается секвенция. Возможно ли работать... Давайте этот вопрос станет заключительным. Мария спрашивает. Возможно ли работать архитектором и визуализатором одновременно? Хорошо, наверное, нет. Да, то есть ситуации бывают разные. Есть рынок, да, который надиктовывает определенные условия. Вы можете работать архитектором и визуализатором, если вы не являетесь профессиональным визуализатором, делаете визуализацию исключительно для своего какого-то небольшого клиента. Если вы хотите работать архитектором, профессиональным и профессиональным визуализатором, а профессиональная визуализация не подразумевает просто сделал картинку и отдал, это большая работа над изображением, поэтому она стоит денег. то скорее всего у вас не получится это, потому что хоть сферы деятельности они смежные, параллельные но специфика разная у них. Поэтому здесь я советую определиться и развиваться либо же в направлении дизайна и архитектуры либо же в направлении визуализации и будет вам счастье. Ну что ж, спасибо и вам тогда за ваше настроение за ваши вопросы, за то, что помогли мне его провести своими вопросами Будем держать связь У нас стартует поток обучающихся Дженку Баттери Можете записаться, пройти курс Научим рисовать Либо же увидимся еще на открытых встречах Спасибо вам Всего хорошего Буду рад видеть еще раз Всем пока